Иллюстрируется таким опытом. Вот есть насекомое, которое в течение жизни проходит ряд метаморфоз. То это была куколка, а ей предстоит стать бабочкой. И вот как эта бабочка или мотылёк выбирается из своей личинки. И для того, чтобы выбраться из вот этого питательного кокона и преобразоваться, зажить новой формой жизни, этому будущему мотыльку нужно прогрызть в питательном коконе отверстие и выбраться оттуда. Что делает исследователь? Он проверяет жёсткость инстинкта, он ставит на место этого будущего отверстия стеклянную трубочку и закрывает эту трубочку точно таким же веществом, из которого состоит кокон. То есть, что предлагается сделать насекомому? Мотылёк прогрызть одно отверстие, а перед ним пробка из точно такого же вещества. Челюстной аппарат подготовлен, всё в порядке, можно прогрызть и эту пробку. Но инстинкт – это неизменная цепочка звеньев. Элементарное движение выполнено один раз. Всё. В стандартных условиях должно следовать иное движение. И насекомое погибает в этой стеклянной трубочке, не прогрызая следующее отверстие. То есть, однажды звено исполнено, и повторить его дважды уже нельзя. Вот символ жёсткости инстинкта. А теперь более современные представления об инстинкте. Скажем с самого начала. Более современные представления об инстинкте используют другое слово. Здесь говорят об особом научении. Забегая вперёд, я скажу, что слово «научение», слово «навык» появится только на второй стадии. Но современные представления об инстинкте говорят, что и на первой стадии тоже может быть научение. Какое? Замечательный, но уже не этолог, а зоопсихолог, отечественный зоопсихолог Курт Эрнестович Фабри называет это научение, если по-русски. Необходимое научение. А если с опорой на оригинал Облигатное Облигатное научение Облигатное значит присвоенное с необходимостью. Есть такое научение у каждой особи. Но всё-таки уже видите слово «научение». И тогда возникает, пожалуй, хрестоматийный пример выдающегося этолога, книги которого переводятся и не одна книга, а несколько на русский язык под красивыми названиями «Кольцо царя Соломона. Человек находит друга». Это этолог Конрад Лоренц. Конрад Лоренц. И мы приводим основной опыт Конрада Лоренца с Облигатным научением, инстинктивным научением. Догадка Лоренца состоит вот в чём. Инстинкт становится жёсткой формой поведения уже при жизни. При жизни инстинкт доопределяется. Поначалу он жёстким не является. «Есть необходимость в особом акте». Акте доопределения инстинкта, который по-русски называется «запечатление», а по-английски, где слово будет «принт», «печать». «Импринтинг». «Импринтинг». То есть... «Импринтинг». «Принт», «печать». «Запечатление». «Запечатление». Лоренц проводит опыты с новорождёнными гусятами. Обычный, в стандартных условиях, инстинкт гусёнка это следовать сразу после рождения за матерью. «Мать ведёт гусят к воде». Следовать за матерью это инстинкт. Лоренц пытается показать, насколько этот инстинкт будет жёстким, если менять условия. Он заменяет мать её муляжом, картонной фигуркой и двигает её. «Гусята идут за этим муляжом». Тогда Лоренц скажет, «Ну, может быть, значима форма муляжа». И он решается изменить форму. Он берёт вместо картонной уточки, картонной гусыни, подушку и тоже двигает её. «Гусята идут за подушкой». В конце концов, окажется, что они пойдут за любым объектом, за лодкой, ну и, пожалуй, самое красивое, за самим экспериментатором. Что мы замечаем? Инстинкт доопределяется при жизни. при выработке, при выработке, при доопределении, лучше сказать, инстинкта, есть ключевые раздражители. Ключевые раздражители. Какой здесь ключевой раздражитель? Объект, за которым следует гусёнок, должен двигаться. Задано. Следовать за движущимся объектом. Чаще всего в стандартных условиях это и есть мать. Но изменили условия. И, кстати говоря, запечатление произошло. Инстинкт, когда он доопределился, он уже необратим. Инстинкт необратим. Пошёл гусёнок. Ребяточки, не отвлекайтесь, пожалуйста. Вот почему нельзя сказать студенту не шуми. Потому что это то же самое, что сказать невротику не волнуйся. Он всё равно будет шуметь. И только потом ему сообщат, что о нём вёлся интересный разговор, а он как книжку листал, так и листает. Бессмысленно делать замечания в больших аудиториях. И я их не буду делать. Мы продолжим спокойно. Суть. Импринтинг это акт опредмечивания инстинкта. Пошёл за лодкой. Лодка заменила мать. И за матерью, за гусыней больше не пойдёт. Вот в чём суть дела. Это первое. И второе. Дело в том, что в инстинкте, а это скажет и Лоренс, и многие другие этологи, в инстинктивном акте чётко задан результат. Чищное насекомое наносит укол своей будущей жертве. место на теле жертвы чётко задано. Только сюда. Результат закреплён с неизменностью. А вот способ достижения результата. Ведь дуновение ветра и другие, так сказать, факторы, условия определяют траекторию полёта. Гальперин бы сказал, что здесь весьма возможно нужна ориентировка. Иначе, иначе не достигнешь результата. То есть способ достижения результата может меняться. И такое понимание инстинкта, такое понимание инстинкта приближает нас ко второй стадии развития психики.